Жители Южного на нервах. В сети летает анонимное письмо о плачевных делах в 10-й горбольнице. Единственное на этот и еще десяток близлежащих барнаульских поселков. Катастрофой там называют объединение больницы и Калманское ЦРБ. Плановая работа ведется здесь, но не по объединению Калманское ЦРБ и горбольницы номер 10. Речь идет о том, что мы часть работы организационно-бухгалтерско-экономической берем на себя типа аутсорсинг. Частично расчетчики, бухгалтеры, экономисты будут там сидеть. Но они будут трудоустроены у нас здесь и подчиняться нашему просто главному бухгалтеру. Это первое интервью Константина Печенникова после назначения его на должность главврача 10-й горбольницы, скажем прямо, проблемного медучреждения. Лет 10 назад люди жаловались на удручающее состояние детского инфекционного отделения, а в последние годы на общую нехватку врачей. Мы приезжали в больницу после волны увольнений в ноябре 22-го года. Тогда бывший главврач Павел Полников объяснял уход кадров с необходимостью перерасчета пенсии. В напугавшей людей анонимке сказано, что с начала года уволилось уже 40 человек. За этот период у меня уволилось 6 врачей, 8 сотрудников среднего медперсонала, трудостроенные, 11 врачей и 4 сотрудника среднего персонала. Да, с приходом моего руководителя я могу сказать, что, ну, наверное, у меня требования другие. Например, пояснил главврач, некоторые консервативно настроенные не хотели заполнять электронные документы. Никто из волевшихся не писал в прокуратуру. Терапевт Юрий Меркулов, которому приписывают увольнение из-за падения заработка, не обращался в органы. Это он нам подтвердил в неофициальной беседе. Снижение зарплат не произошло, заверил руководитель. С начала года, рассказал главврач, он привлек хирурга, трех участковых терапевтов, рентгенолога, лора, эпидемиолога, врача УЗИ. Единственное, что я обратила внимание, у нас при входе, ну, чище стало, потому что при входе заставляют одевать бахилы. Болеющие разницу от смены руководства пока не ощутили. Такое часто происходит? Что месяц ждать анализа всегда? Мне нужно к невропатологу, я уже полгода к нему не могу попасть. Нет хирурга, нет офтальмолога. И причина неизвестная, почему люди уходят. Эти причины персонально каждому пациенту вряд ли объяснят, но предупредят об отсутствии того или иного специалиста. Представители совета общественников больницы теперь дежурят по утрам в коридорах поликлиники для нейтрализации конфликтов. А вот вы слышите, например, люди жалуются, потом эту информацию передаете главному врачу или как? Нет, мы решили так, многие врачей не хватает. То есть мы объясняем в очереди, что этого не врача, этого не врача. А у кабинетов каких врачей чаще всего, вот, не знаю, как вопросы у людей? Ну, терапевты. К концу года главврач обещает открыть кабинет маммографии в больнице. Оборудование уже ждет. А в ближайшем будущем руководитель рассчитывает войти в КАИП на расширение больницы. Неподалеку строится несколько многоэтажек. Иначе для новых участковых терапевтов просто не будет места. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.